Здравствуйте! Это подкаст «Дохнуть и не дышать» городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена. Любое заболевание, в контексте которого существуют стереотипы, негативные ассоциации человека с чем-то позорным, непрестижным, отталкивающим, то есть стигмы и социальное порицание, вызывает страх, стыд и отрицание. К сожалению, туберкулез до сих пор считается таким заболеванием среди большинства людей. И если другие болезни, такие как грипп, гастрит или дерматит, не будут вызывать чувство страха или вины, то озвучивание диагноза туберкулез становится серьезным испытанием для пациента. Давайте разберемся, почему же так происходит. Туберкулез – это инфекционные заболевания, передающиеся в основном воздушно-капельным путем. Инфекционные заболевания с прошлых веков вызывали ужас, и скрыться от них было возможно только изолировав больных. Находиться от заболевших следовало далеко. Инфекционные болезни научились лечить относительно недавно, и человечество передавало из поколения в поколение стратегию избегания опасности. Вообще естественная потребность человека – защитить себя от угрозы, а все, что эту угрозу вызывает, убрать подальше. Это правильно с точки зрения эволюции, но с точки зрения гуманизма ставит пациентов с туберкулезом в трудное положение. Полную изоляцию пережить чрезвычайно сложно, да и не всегда возможно. Современное лечение туберкулеза позволяет прекратить выделение бактерий в окружающую среду, что делает нахождение человека в обществе безопасным. Еще сто лет назад это было мечтой. Пациент с туберкулезом до открытия стрептомицина представлял опасность для окружающих его людей всю свою оставшуюся жизнь. Сегодня туберкулез – полностью излечимое заболевание. Но отголоски прошлого в убеждениях большинства людей заставляют полностью разорвать связи с пациентом даже после полного завершения противотуберкулезной терапии и клинического излечения. Мысли, которые приходят в голову пациентам с туберкулезом, как правило, похожи. Я заразный. Я теперь изгой. Ко мне нельзя никому приближаться. Эти мысли вызывают чувство шока, стыда, вины, страха, безнадежности. Это нормальная реакция при подобных новостях. Важно пережить момент первой реакции вместе с врачом и психологом, чтобы получить достоверную информацию о лечении и разработать план дальнейших действий. Рассказывать близцам о туберкулезе сразу или после начала лечения – вопрос индивидуальный. Для кого-то важно сначала самому принять диагноз и неизбежные изменения в жизни, подумать о дальнейших действиях. Для кого-то важно рассказать сразу, как вышел из кабинета врача, и это будет помогать в принятии и поддерживать в приверженности лечению способности пациента на протяжении всего срока, назначенного врачом, принимать противотуберкулезную терапию без перерыва в том объеме, в котором назначена. Случается так, что человек сомневается, стоит ли вообще рассказывать кому-то о диагнозе. В принятии решения поможет метод, который называется решетка Декарта. Согласно этому методу, нужно ответить на 4 вопроса. Первый. Что произойдет, если я расскажу о туберкулезе? Второй. Что произойдет, если я не расскажу о туберкулезе? Третий. Что не произойдет, если я расскажу о туберкулезе? И четвертый. Что не произойдет, если я не расскажу о туберкулезе? После того, как человек ответит честно и вдумчиво на эти вопросы, он сможет выявить свои страхи, ожидания и опасения и принять решение, которое будет ему подходить. Еще несколько важных вопросов, которые нужно задать себе. Как я сам отношусь к своему диагнозу? Принимаю ли я себя с заболеванием? Отношусь ли я к себе как-то по-другому? Зачастую переживания относительно сообщения диагноза близким начинаются с того, что человек сам не принимает себя с болезнью. Причиной такого искажения могут быть трудности с внутренней картиной болезни, то есть совокупности представления человека о своей болезни и результатом творческого приспособления к факту заболевания. Появляется стремление уйти в изоляцию, не рассказывать о своем местонахождении, вообще ни с кем не общаться. В подобных случаях необходимо обратиться к психологу, чтобы пройти путь принятия и осознания диагноза, адаптироваться к новым условиям жизни на время лечения. После того, как произошло принятие, вместе с полной информированностью о лечении станет гораздо проще рассказать об этом близким. Очень важна правильная информированность о болезни. Где брать достоверную информацию о заболевании? Ведь в сети столько сайтов, там вам и барсучий жир с медведкой продадут, заодно расскажут, что антибиотиками вы убьете печень. Народные средства способны только ухудшить состояние, но никак не излечить туберкулез. А противотуберкулезные препараты при соблюдении правильной диеты не нанесут вреда организму. Чтобы не навредить себе и точно знать, что с вами происходит и каковы ваши перспективы, задавайте вопросы лечащему врачу. Он обязан рассказать все понятным вам языком. И, конечно, мы не можем не рекомендовать все выпуски нашего подкаста. Материалы для них готовили лучшие врачи, занимающиеся лечением туберкулеза в Санкт-Петербурге. Владея достоверной информацией о туберкулезе и процессе лечения вы сможете передать ее близким и запомнить главное – туберкулез излечим. Повлиять на убеждения другого человека невозможно, как бы ни хотелось. Часто пациенты, которые столкнулись с отвержением друзей или родных, после постановки диагноза говорят «Туберкулез, как лакмусовая бумажка, показывает истинное отношение к тебе, человека». Помните, что по-настоящему близкие люди останутся рядом при любых обстоятельствах, а с теми, кто не смог принять вашу болезнь адекватно, близкие отношения строить не стоит. Напоминаем телефон горячей линии по туберкулезу. Плюс семь девятьсот пятьдесят три сто сорок два восемьдесят восемь девяносто шесть. Звоните по будням с девяти до пятнадцати часов по московскому времени. Вам ответит наш психолог. Номер телефона горячей линии, наши социальные сети и почту для ваших вопросов мы оставили в описании. Этот выпуск для вас подготовила медицинский психолог городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга Протопопова Варвара Константиновна. Благодарим, что дослушали до конца.